Всем привет! Сегодня долгожданный обзор на ультрамаринов, ультрамаринесс в Архангурт 4000. Того, кого мы ждали все это время, это Рабут Джилиманджи, или как его еще называют, Рабут Чимчиманджи, или Чимчимчи, пожилой Смурфик, или Смурфинеса, Рабут Килиманджаро, Рабут Пепперони, или как говорится, Рабут Я Хочу Пиццы, ну или вы поняли, Рабут Жирли Мырли, так сказать. Что мы видим на коробке, друзья. Видим один миниатюре, и вот этот мужичок, наш любимый всеми вами. Сейчас мы его распакуем на анбоксинг, так сказать. Распаковка, с этой стороны мы его разрежем. Слышите, какой звук? Приятненький. Слушайте, как я снимаю пленочку. Кайф. Вот нас встречают это коробенцы. Как обычно. Китадель. Америка. И все на китайском. То есть мы купили китайский продукт под видом американского. То есть мы выплачиваем их социальный кредит. Откроем же мы коробку. Чтобы мы ее не порвали. А то коробка от подписчика, как обычно. Прислана на анбокс. Блин, какая себе это. Открылась. Она открылась. Ох, больше там ничего нету. Нас встречают два литника. Что это его крылышки? Он ушел пивом. О, тут у него вообще божественная подставка. Подставка тут ксенос лежит. Ксеноморфиус. Он его ногой раздавил. Прикольно. Мечик его. Еще какие-то крылышки. Ну, много чего. Так, а где его голова? Голову, чтобы я его не бачу, так сказать. На предыдущем школе литнике. Ну да. Вот видите, у него есть голова. Чтобы его прям голова была. И голова в шлеме. Но я буду использовать его голову. Прикольно. У нас подставочка 80 миллиметров. По инструкции мы видим, у него есть меч, у него есть фистинг. И у него пулемет из фистинга торчит. Фистинг его стреляет на 24 дюйма. Рэпид фаер. Три. Сила 6, пробитие 1, хп минус 2. Так, а у его меча сила плюс 2. То есть, типа, у него сила 8. Минус 4 пенетрейшена и 3 урона. А перчатка. Фистинг его. Сила х2. Это значит, сила 12. Минус 3 пенетрейшена и 3 урона. Сам ножи лиман бегает на 8 дюймов, чтобы ему попасть в мили. Или с рейнджа надо кинуть на 2 плюс. По дефолту у него тахнес 6. Силы у него 6. Хп у него 9. А так в мили у него 6. Лидерство у него 10 и сейвится он на 2 плюс. Вот так. Наш красавец. А на украинский не перевел и гады. Нифига себе. На картинке у него был желтый мяч, а тут синий. Это инструкшн по сборке, так сказать. Тут ничего необычного. Крылья ему кривим на спину. Какие должно быть. Смотрите, какая красота. Видите? У него голова меняется. Или он без шлема, а потом еще одевается ему венок. Как на праздник Ивана Купала у меня в селе. Прямо тоже девочки ходили с такими венками. Оформление подставки. Ну, подставка круто. Вставляем факела, типа они горят. Потом какого-то орлыка. Орликов сюда вставляем. И вот ксеноморфа. Вот этого тоже сюда кладем, так сказать. И вот у нас жили Монтьяго вставляется сюда и готово, можно сказать. Прикольненько. Такой наш обзор. Можно сказать, прям наше лицо нашей армии будет будущим. Будет. Потом будет обзор по его покраске. По тому, как он уже будет красивенький стоять. И как он будет воевать. Так. Ну, в принципе, все, друзья. Больше рассказать нечего по этому замечательному творению искусства. Так, вот так оно будет вылететь. Это он в шлеме. А вот так. Вот видите, он без шлема. Вот такой вот веночке стоит мальчик. Ну, это его другие атрибуты. Ну, красиво, ну. Ну, все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте лукесы. Видите? А вот эти уже не будет видено. А YouTube у вас убрал эту возможность. Рассказывайте друзьям. Пишите комментарии, на кого вы хотите увидеть будущий обзор. А я буду с вами прощаться. Всем поки-чмоки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok